МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Беларусь в военной сфере будет и впредь придерживаться только оборонительной стратегии. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения завода точной электромеханики в Дзержинском районе. Главы государства ознакомили с новейшей отечественной разработкой системы залпового огня Полонез. Еще несколько месяцев назад почти все характеристики нового комплекса были засекречены. Евгений Горин теперь знает подробности. Так стреляет белорусский Полонез. Это первые пуски реактивной системы залпового огня, бьющие в цель за 200 километров. Испытания прошли в Китае, потому что в Беларуси просто нет таких огромных полигонов, чтобы проверить полную дальность полета. Военные рисковать не стали. Вот основное преимущество вот этого нашей разработки, это то, что наша ракета значительно более помехоустойчива. Новинку Полонез, которая поступит в войска, президенту продемонстрировали буквально в деталях. Чуть ли не до самого последнего винтика. Без преувеличения можно сказать, что сегодня открыта новая страница в развитии страны. Во-первых, ракеты с дальностью стрельбы 200 километров ничего подобного белорусский военпром со столь высокими характеристиками еще не создавал. Такими разработками могут похвастаться оружейники всего нескольких стран. При этом две из этого списка сверхдержавы. Во-вторых, у армии теперь есть своего рода длинная рука, способная отбить охоту на пасть у возможного агрессора. У нас сегодня, завтра тоже исключительно оборонная стратегия. Мы ни на кого не собираемся нападать. Мы будем защищаться от тех, кто поставит своей целью на нас нападать, вести против нас войну. Исключительно оборонительная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы противник задумался, прежде чем вести против нас войну или же создавать какой-то конфликт. Суть состоит в том, что мы должны нанести ему неприемлемый ущерб, если он на нас решит нас атаковать. Так? Неприемлемый ущерб. Вот главное. Стратегия сдерживания. Неприемлемая потеря. И это исключительно оборонительная тактика. У нас есть все вооружения. И самолеты, и вертолеты, и танки, и полегче броня, и стрелковое оружие самое современное. Но этим оружием нанесешь ущерб. Но будет он неприемлемый или нет – вопрос. Поэтому стала сегодня задача, чтобы нанести неприемлемый ущерб противнику. Не дай Бог, нам придется вести войну. Мы должны в ногу со временем идти и поставили задачу разработать свою ракетную технику. Так? Так точно. Потому что ракета – это действительно неприемлемый ущерб. И если она в районе 200 километров летит, это уже для нашей Беларуси очень хорошая техника. Поэтому создана техника самая современная. И это не то, что там создать базу, посадить самолеты, которые собьют в первый час конфликта. Что такое самолет? Он поднялся, его видят со всех сторон. Пуск ракеты, самолета нет. Правильно? А это уже оружие суперсовременное. Это оружие новейшего поколения. Вот в чем состояла задача, которую я ставил перед ним и министром обороны. Мы ее создали, эту технику. Дальше должен быть новый этап. Мы не должны на этом останавливаться. По-белорусски, как у нас часто бывало. Ай, вот, сделали что-то и сидим на этом. Нам нужен новый этап. Мы должны идти дальше в рамках тех международных соглашений и договоров. И создавать более современную ракетную технику. Еще несколько месяцев назад все данные о Полонезе были засекречены. Впервые установку показали на параде 9 мая в Минске. Теперь военную часть, где в советское время хранились ядерные боеголовки, привезли журналистов. Это машина боевого управления. С нее поступают точные координаты целей для ракет. Все оборудование и программное обеспечение белорусские. Боеприпасы подвозят на этой машине, а с этой происходят боевые пуски. Для того, чтобы совершить пуск ракеты, необходим такой вот маленький чемоданчик с кнопкой. Он открывается. Здесь поворачивается ключ. Лампочка мигает три раза. И нажимается кнопка пусковая. Ракета вылетает и способна поразить цель более чем за 200 километров в радиусе 60 метров. Хотя это далеко не предел. Пульт дистанционный. В момент залпов экипаж отходит на 50 метров. Каждая из восьми ракет может нанести точечные удары по различным целям на расстоянии более 200 километров. Что тут новое специально под эту установку? Кроме твоей шасси новой платформы. Шасси МЗКТ новая с гидромеханической трансмиссией. Это первые машины, которые пошли. Но они же не только сюда идут. Они только первые сюда пошли. Первая трансмиссия. Но везде его пойдут, да? Пойдут везде в России. Ну понятно. То есть это унифицировано будет? Унифицировано. А именно под этот комплекс? Платформа. Вся платформа. Гидроцилиндры, все оборудование. Это под эти контейнеры? Под эти контейнеры. На других машинах уже другое. Значит, после небольших доработок может на 300 километров, а 300. Для небольших стран оперативно-тактические ракетные комплексы наподобие «Полонеза» — один из возможных эффективных факторов сдерживания возможной военной агрессии. Своего рода аналог стратегического оружия, тем более собственное производство. «Полонез» стал первой системой этого класса, разработанной в Беларуси за десятилетия независимости. То есть отсюда ты доводишь задание каждой ракеты? Каждой ракетой можно довести автоматически. Закрытой цифровой защищённой системой. С этой машины прямо на ракету? Прямо на ракету. Вы сделали и автономно, можно с каждой машиной, в зависимости от обстановки. Каждая машина может автономно вести боевые действия. Это? Да, если известны топографические координаты цели, она может одна вообще стоять. Если по-моему скрыть, каждая машина — это канал ракеты? Канал, да. А эта машина может до 100 целей одновременно выработать. Кстати, было очень много скептицизма по поводу возможности республики создать такое вооружение почти с нуля и за такой короткий срок. Но белорусские оружейники утерли нос многим производителям современных боевых установок. Мало кто верил из окружения, мало кто верил из оппонентов. Ну и даже сами люди, которые за эту работу брались, не совсем верили. Сейчас это преодолено. Второе — это новый научно-технический уклад. Это не просто сборка чего-то. Это новые, ещё раз говорю, подходы, новые исследования. Мы же создали для этого научно-технический центр в Минске под эту тематику. Конечно, рабочие места. Конечно, это налоги и всё остальное. Несомненно, серийное производство комплексов «Полоне» станет не только качественно новым уровнем в укреплении обороноспособности страны, но и импульсом для развития науки, а также отечественной промышленности. Евгений Горин и Сергей Капустин, телекомпания СТВ, Минская область. Внедрение и развитие сети 4G — электронная медицинская карта каждому пациенту. В правительстве рассмотрели стратегию информатизации в Беларуси до 2022 года. Так уже в декабре нынешнего планируют запустить первый этап проекта 4G. Базовые станции будут открыты в Минске. Связь четвертого поколения позволит быстро получать и отправлять большие объемы информации, смотреть HD-видео и обмениваться файлами, не пользуясь стационарным доступом в сеть. Кроме того, в планах создание интеллектуальной транспортной системы Беларуси, которая будет связана с системой ЕАЭС. В основе будет единое информационное пространство. В финансовой сфере сделают упор на электронные деньги и интернет-банкинг. Кроме того, активно идет работа по созданию электронного правительства. Есть и свои результаты. Так, к 2014 году Беларусь поднялась на 6 позиций в рейтинге ООН по уровню готовности электронного правительства и заняла 55 место из 193. Наша задача сегодня, чтобы наши сограждане или с рабочих мест в домохозяйствах своих, или с рабочих мест, организованных посредниками, показали электронных услуг, могли получить ту или иную услугу, не выходя за рамки кабинета, жилища. И продолжена тема IT. Сфера здравоохранения хотят информатизироваться на все 100%. Это полный перевод документации в электронный вид. Все больницы и поликлиники подключат к единой корпоративной сети и обеспечат каждого электронной медицинской картой. Современные технологии избавят и от привычных очередей у кабинетов. Консультировать пациентов станет возможно в режиме онлайн. О том, какие технологии уже применяются, в сюжете расследования от Валентины Железной. Выточа пластиковых карт рецептов пока ведется лишь в четырех поликлиниках Минска. В кабинетах немноголюдно, проект тестируется, поэтому пациентов в прямом смысле сюда приходится приглашать. Электронный рецепт, так его называют в народе, привязан к номеру паспорта человека. В перспективе, рассказывают медики, он должен заменить привычные всем бумажные амбулаторные карты. По нему можно будет заказать талон и обратиться в больницу, но это в будущем. Сегодня реальную пользу ощущают только врачи. В необходимости листать в бумажной карточке и искать нужную информацию о том, что пациент принимает, чем он болеет, здесь мы можем узнать в электронном варианте гораздо быстрее. Что же касается самих пациентов, то наличие у них пластиковой карты всего формальность. В здравоохранении хоть и обещают, что в скором времени по ней можно будет продлить срок действия рецепта по телефону, но пока, как и раньше, каждый раз на личный прием. Елена гипертоник, и ей такой механизм уж точно был бы как бальзам на душу. Однако пациентка по-прежнему ходит за бумажками. Процесс тормозят аптеки. Бумажный носитель должен быть, поскольку коммерческие аптеки, программы не приобрели еще для отоваривания электронного рецепта. Еще один шаг в информатизации здравоохранения и электронной очереди. Изначально появление терминалов стало шоковой терапией как для пациентов, так и для персонала. Но время, говорит главврач Минского эндокринологического диспансера, вылечило. Теперь в коридорах пациенты не выясняют, кто следующий, не заходит, чтобы просто спросить, и не занимают очередь за себя и еще десятерых. Обращается к нам достаточно много людей именно в процедурный кабинет. Утром это бывает от 100 до 150 человек. С учетом времени работы процедурного кабинета 4 часа в день, это 2-3 минуты на пациента. За такое короткое время взять кровь из вены, а иногда это бывает на несколько анализов сразу, возможно только при очень хорошей организации труда. Но мы все-таки решили не верить на слово. Эксперименты ради протестируем эту систему. Все-таки пока еще не во всех поликлиниках действует электронная очередь, и хочется на личном примере выяснить, сколько же времени нам придется ожидать приема. Итак, мы берем талон. У нас 11 номер, и мы отправляемся в кабинет. Итак, шестой номер талона. У нас, я напоминаю, 11, и мы засекаем время. Пациентов и правда было немного, поэтому ждать пришлось около 8 минут. Но бывает и иначе, это замечает и главврач Карлович, поэтому предлагает, чтобы информация на талоне была дополнена предполагаемым временем ожидания. А между тем, новации в медицине не прекращаются. Витебская область переходит на ведение виртуальных историй болезни. Информация о пациенте заносится в электронную карту и онлайн, передается с ФАПа в район и затем в область. Девять районов северного региона подключены к системе, и многие уже оценили преимущества. Галина Петровна, например, тщательно следит за здоровьем. Несколько раз в год проходит медкомиссию и ездит на обследование в областной центр. И таким форматом она довольна. Придешь в больницу, напишет диагноз, а не поймешь, о чем мы что там написали. А сейчас очень хорошо, эти электронные карточки. В режиме реального времени консультацию специалистов могут получать и витебские бригады скорой помощи. Фельдшер может отправить кардиограмму больного в приемный покой областной больницы и в течение нескольких минут получить заключение. Экстренная госпитализация здесь не показана. Благодаря этому ноу-хау только в Бешенковичском районе спасли уже 10 человек. Валентина Железная, Анастасия Бут, Илья Скачков, Телекомпанистовы. В Тульской области России выясняют обстоятельства крупного ДТП. Этой ночью там перевернулся автобус, который ехал из Еревана в Москву. В аварии погибли 8 человек, 47 серьезно ранены, все пассажиры граждане Армении. У следователей две основные версии трагедии, техническая неисправность и человеческий фактор. Не исключено, что водитель мог уснуть за рулем. Также известно, что оба шофера не получили серьезных травм. Сейчас их допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до 7 лет заключения. Нелетная погода установилась над Европой из-за густого тумана. Отменены рейсы из Лондона, Брюсселя, Парижа, Амстердама и других городов. Наиболее сложная ситуация сейчас в лондонском Хитроу. В его районе видимость уменьшилась до 90 метров, из-за чего были отменены свыше 100 рейсов. Непростая ситуация и в Германии. В воздушных гаванях заостряли тысячи пассажиров. На данный момент туман уже отступает. Однако перебои в перелетах по-прежнему сохраняются. В национальный аэропорт Минск с опозданием на 2 часа прибыл рейс из Франкфурта. Молочную отрасль Сахалина планируют развивать по белорусским технологиям. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц во время визита белорусской делегации на российский остров. Продукция нашей страны пользуется в России большим спросом. Сахалинские производители мяса и молока рассматривают возможность организации совместных предприятий и поставок белорусской продукции для последующей переработки на предприятиях острова. Напомню, недавно губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка посетил Беларусь. Тогда и было подписано соглашение о сотрудничестве. Судя по всему, белорусские технологии пришлись по вкусу жителям Дальнего Востока. Ветеране Олег Кожемяка занимал должность губернатора Амурской области, ставшей за последние три года лидером по товарообороту с Беларусью среди субъектов Дальневосточного округа России. Политика толерантности и сдерживания экстремизма. В Национальной академии наук Беларуси ученые, парламентарии и дипломаты сегодня обсуждали вопросы сохранения межнационального согласия и толерантности в современном обществе. Кроме того, речь шла и о ситуации с беженцами, политике интеграции мигрантов, принимающей общество, их влияние на сохранение межнационального согласия. Как отметили международные эксперты, подобный форум не случайно проводится именно в нашей стране, ведь Беларусь традиционно является толерантным государством. В Беларуси традиционные ценности, они особо сохраняются. Белорусский народ испытал на себе очень много таких трудностей. Особо это и Великая Честная война. И сегодня эти традиции передаются из поколения к поколению. И молодое, новое поколение растет понимающим, здоровым, крепким. Это вызывает уважение. И та политика, которая проводится президентом Беларуси, Александром Беларуси Лукашенко, она способствует единству, единству нации. Новая жизнь старого квартала в Бресте восстановит один из домов колонии Варбуга, уникального для Беларуси архитектурного ансамбля. 12 деревянных зданий были построены еще в начале прошлого века. У этих объектов своя нелегкая судьба и история. В годы войны местных жителей переселили в гетто, а в зданиях устроили лагерь для пленных. До наших дней уцелели всего несколько строений. Юлия Бешанова подробнее. Память брещанина Владимира Губенко надежно сохранила картинки из довоенной жизни. В 40-м его приятель Янкель вместе с мамой Сарой жили в одном из 12 деревянных домов еврейской колонии. Это же первый дом. И даже я покажу, вот вход отсюда был, и вот они жили на втором этаже, вот здесь. Уникальные деревянные особняки в Бресте появились вскоре после Первой мировой, когда в практически разрушенном городе особенно остро стоял жилищный вопрос. Спонсором стройки стал Феликс Варбург, банкир и меценат. За год построили дюжину домов необычной архитектуры. По 8 квартир в каждом. Поднимался на второй этаж по деревянной лестнице, сырая. Но она вымытая была, сырая от того, что она была все время вымыта. Зашел в такую же небольшую квартирку на кухню. То же самое. Ну, бедное обранство такое было, там ничего такого особенного не было. Я сидел у него на кухне и начал мне показывать эти польские деньги. Дом, где жили Янки Лесара, как и еще 10 подобных, не сохранился. Постройки словно повторили печальную судьбу первых жителей. Историки считают, что их всех расстреляли фашисты в годы оккупации. Колонию Варбурга сначала превратили в лагерь для советских узников, а позже в ней разместили немецких военнопленных. Несколько лет назад 5 обвершалых построек снесли. А сейчас на месте уникального архитектурного ансамбля вместо старых домиков возводят современные. Но построены они будут в том самом закопанском стиле. Фасады для большей схожести с утраченной стариной обошьют деревом. По архитектурно-планировочному заданию предложено здесь создать несколько комнат с экспозиционными материалами по колонии Варбурга. Необходимо провести обмерочные работы, выполнить определенный комплекс мероприятий по сохранению, по консервации этого здания, чтобы оно окончательно не разрушилось. Смотрите, вот эти печки, вообще те печки, которые ставили оригинальные печки, они их делали, знаете, еще в каком варианте, чтобы в шаббат, когда нельзя готовить пищу, ну нельзя ничего делать, вот значит ставишь в эту печку еду, и она может сутками так медленно-медленно готовить. Последний дом из знаменитого деревянного квартала может рассказать еще немало интересных историй о своих обитателях и стать уникальным туристическим объектом. Именно это здание будут восстанавливать, причем из материалов того же времени. Юлия Бешанов, Сяслав Пекарский, телекомпания СТВ, Брест. Осенний призыв 2015. Более 9 тысяч новобранцев отправятся служить на благо Беларуси, защищая мир и спокойствие. Сегодня четыре сотни призывников получили свои повестки в Могилевской области. Действие проходило в торжественной обстановке. О тех, кто исполнит долг перед Родиной, материал Ирины Добоевой. Для Могилевчанки Елены Борисенок этот день стал настоящим испытанием. Так волноваться, признается, давно не приходилось. Ведь ее сыну Антону вручили повестку в армию. Как представлю, что на полтора года нужно его отпустить от себя, конечно, очень волнительно мне. Но я знаю, что у нас в Беларуси спокойно, мирное небо. Поэтому он будет накормлен, одет и в тепле. И когда он вернется с армии, он будет настоящим мужчиной и защитником нашего Отечества. В отличие от сентиментальной мамы, у Антона настрой боевой. Немного жалеет, что учебу в юридическом колледже пришлось отложить, но для себя давно решил, служить надо. Настрой позитивный, боевой. Я уже настроился на это. Я хочу этого. Понимаю, что не нужно откладывать это в долгий ящик. И я уверен, что все будет хорошо. Отслужу и приду домой с здоровым, сильным, бодрым и с терпением, рвением закончу свою учебу. Сегодня повестки в армию получили четыре сотни жителей Багилева и района. Большинство парней пойдут на срочную военную службу, остальные в резерв. Всего в осенний призыв военная часть страны пополнит около 12 тысяч новобранцев. Военные части, они расположены по всей территории Республики Беларусь. Силы специальных операций, Северо-Западное оперативное командование, внутренние войска, Министерство внутренних дел, также органы пограничной службы. Смерть! Оля! Война! В казарме единственной войсковой части Могилева идеальный порядок. Но марафет в этих больших помещениях наводит далеко не женская рука. А ведь эти парни, как и сегодняшние призывники, еще несколько месяцев назад шли служить и тоже волновались. Армия – это хороший урок. Становишься намного мужественней, ответственней, дисциплинированной. И теперь я решил остаться на контракт, продолжить свою службу в вооруженных силах Республики Беларусь. Вопрос о питании в армии – тема особая. Кормят бойцов трижды в день. Все сбалансировано и подсчитано буквально каждая калория. Рационы военнослужащих, нормы военнослужащих рассчитываются не одним институтом. Это хорошо продуманные, составленные нормы протпайков, которые позволяют в полном объеме восполнить энергетические затраты. А на выходе военнослужащие выходят, как правило, большего веса, чем они приходили в армию. Отправка на срочную службу вооруженной силы начнется 16-го, а завершится 27-го ноября. До начала армейской истории Антона Маруса остается ровно две недели. Парню выпала честь служить в одной из воинских частей Минского гарнизона. Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилев. Юный талант на пуантах. Семилетняя балерина Вера Шпаковская показала себя, как одна из сильнейших маленьких балерин планеты. Девочка вышла в финал престижного международного конкурса, который прошел во Франции. Стоит подчеркнуть, что белоруску допустили к участию на равных с танцовщицами старше, а значит опытнее. Конкурентками стали девочки 9-12 лет. С юной балериной поговорила Элеонор Лутович. Эти крохотные балерины еще ничего не знают о конкуренции, интригах и прочих тонкостях закуристия. Но рассказать и оценить, чего стоит каждая воздушная па и фуэте на тонких ножках может каждая из них. Также громко и красиво заявила о себе на международном балетном конкурсе семилетняя Вера Шпаковская. Она покорила своим талантом парижскую публику, строгая жюри и вошла в десятку лучших среди 86 претенденток на победу. По-хорошему я чуть-чуть волновалась, но у меня все получилось как надо. Мама, папа, они сидели в зале, они мне аплодировали, кричали браво. Мы всегда стараемся ездить вместе с семьей, потому что, ну как ни семья, поможет во всем. И подготовиться, и выступить, поддержать любую трудную минуту, хорошую. В столь престижном творческом состязании Беларусь принимала участие впервые. К тому же наша звездочка оказалась самой маленькой. Организаторы конкурса не только сделали исключение для девочки, но и поверили в талант Веры Шпаковской. По завершению конкурса юную балерину пригласили на учебу в Берлинскую академию балета. Дюймовочка на сцене и в жизни влюблена в балет всем своим маленьким сердцем. В этом секрет ее успеха и на международных конкурсах, и на родных подмостках. К слову, график у юной артистки расписан до января. И здесь, конечно, не обойтись ни без поддержки родных, ни без маленьких, пусть и далеко не каждодневных радостей. Все балерины сладкоежки, я вам правда скажу. Даже я сладкоежка. А как же не растолстить? А водим очень просто. Просто очень редко ем конфеты. Перспективы, я считаю, у нашего каждого ребенка большие. То есть все будет зависеть от того, как они дальше будут работать. Если в таком же духе, я не сомневаюсь, что это будут сильные очень личности. Родители Веры не смогли устоять перед магией высокого искусства. И теперь не пропускают ни выступления дочери, ни премьеры Большого театра. Для них, собственно, как и для всего белорусского балета, маленькая Вера стала большой надеждой. И уже в следующем году она опять отправится покорять искушенную европейскую публику. Элеонор Лутович, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Такова информация на этот час. В студии работала Юлия Александрова. Итоги вторника мы с коллегами подведем в 22.30. Пока желаю нескучного вам вечера.